Здравствуйте, меня зовут Алексей, я занимаюсь сейчас, катаю туристов на яхте, на катерах, это прогулки по морю, по бухтам Севастополя. Ну это летом, а так, чем вы обычно живете? Это летом, а так я сейчас учусь заочно и работаю, в общем-то, моряком. А вы на моряках учитесь? Да. А вы родом из Севастополя сам? Нет, сам я родом из Украины, из Сум, но живу здесь очень долго. Как вам последние политические события? Ну, то относительно Крыма, в принципе, все здесь рады, как бы. Все рады тому, что мы в России, наконец-таки вернулись домой, вот. Мы тоже рады. И я рад, и я рад. Ну, конечно, честно, конечно. А почему? Мы всегда были русским городом и всегда считали, что именно Севастополь это, как бы, колыбель Черноморского флота. Здесь, в России, именно вот и так вот это было испокон веков. Еще с 1783 года. Вот и все. Я просто родом из Украины, я поэтому спрашиваю. Нет, родом из Украины. Но все, как бы, все, все мои родственники из России тоже. А вообще мы все одна нация. Все славяне. Нация, может, разная, вот, но все славяне, тем не менее. Как с туристами обстоит в этом году, в летом? Много людей приезжает? Что относится с туристов? Нет, хотелось бы побольше. В прошлом году раньше к нам много приезжали, но это, в принципе, связано все с коллапсом транспортным. Аэропорты не справляются, в принципе, с желающими приехать сюда в Крым, непосредственно в Севастополь. То есть Керченский пролив тоже забит полностью, но там пробки, как вы знаете, даже достаточно большие. Ну, вот и все. А другим способом, я не знаю, ну, наверное, и туристы тоже боятся попасть в Севастополь, думают, что здесь война. Да, на самом деле, чего здесь нету. Да, ну вот видите, это вы. Скажите, что стало лучше, что стало лучше за эти месяцы? Есть ли какие-то с матом? За эти месяцы? Ну, вот, с матом месяц. Я скажу, что зарплаты выросли чуть-чуть, чуть-чуть. Но также выросла и цена на продукты, на коммунальные условия, вообще на все. В принципе, порядка стало больше в городе. Вот и все. Ну, конечно. А вы ожидаете, каких-то изменений будет в Севастополе? В лучшую сторону. Большой наблок туристов, ну и как бы инвестиции, инвестиции выгодные будут в Севастополе. Ну и то, что как бы в Севастополе стал базой Черноморского флота, это, конечно, не может не радовать. Именно российской. Именно не то, чтобы там делили, там брали, понимаете, как раньше это было, аренду. Ну, как бы Москва присылала сюда аренду, ну, именно плату за аренду Черноморского флота. Вот. А все это произошло в Киев. Ну, или большая часть этого. Сейчас все это, в принципе, будет Москва и, ну, как бы Россия. Сюда инвестировать, я думаю, выгодные проекты. Ну, конечно, почему-то нет. На самом деле я вам скажу, что одно, что в Украине намного, намного проще было уйти в море, вот сейчас, чем здесь. Ну, я думаю, как бы эти трудности пока будут такие временные. Это 250-300.